В этом году анестезиологическая служба Якутии отмечает 55-летие. В честь знаменательной даты с профессией анестезиолога-реаниматолога Республиканской больницы номер 2 познакомилась Марьяна Кутукова. Самый опытный врач отделения. Именно так отзываются коллеги Атуяре Владимировне Сизых. Она является врачом-анестезиологом-реаниматологом отделения реанимации и интенсивной терапии для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Проще говоря, это отделение, где лечат от последствий инсульта. Сюда вот уже шестой год, как работает отделение, доставляет пациентов со всей республики. С огромной нагрузкой справляются 6 неврологов и 8 анестезиологов-реаниматологов. Инсульт – это, как бы сказать, очень сложное заболевание. Это мозг, это компьютер всего нашего организма. Родственники очень тяжело воспринимают. И им надо вот с этим пациентом на реабилитацию, это месяцами надо работать. Многие не понимают. Если инсульт случается, надо первые часы, вот первые 3 часа, мы называем золотой час, да? Чем быстрее его доставят, тем лучше. Тем реабилитационный потенциал выше. Ежегодно в отделении лечения проходит 1300 якутян. Как признаются врачи, количество пациентов с каждым годом растет. С инсультом все больше поступают люди трудоспособного возраста. В основном из-за врожденной патологии сосудов. Но несмотря на высокую статистику заболеваемости, благодаря освоению современных методов лечения и медицинского оборудования, восстановление после болезни стало лучше. Сейчас мы открываем новый метод лечения, тромбоэкстракцию. То есть восстанавливаем сосудистую реперфузию сосудов головного мозга. Можно сказать так, убираем тромбы. Также мы должны проводить тромболизис. То есть можно ввести такой препарат, и он растворит тромб, который закупорился в сосуд головного мозга. Имеется такая симптоматика, как перекос лица, нарушение речи, отказал или левой конечности, или правой конечности. Но это буквально имеет всего терапевтическое окно 4,5 часа. Здесь работают энтузиасты своего дела, говорят врачи. Плодный график работы, бессонные ночи, постоянная бега дня из операционной в палату или прием – не главное. Главное – спасенные жизни и счастливые лица пациентов и их родных. Я здесь нахожусь с 4 мая по уходу за своей мамой, Хорошева Рахима. Она попала 4 мая сюда с обширным инсультом в реанимацию, пролежала 10 дней там, и 14 мая переложили уже сюда палату. Ну, конечно, я в шоке. Отношения персонала. Вообще очень внимательные девочки. Как-то даже счастливы, что мама моя попала именно вот в такие руки. И у нас уже поправка идет, динамика хорошая. В год 55-летия анестезиологической службы Якутии врачи надеются на расширение отделения. Создание дополнительных рабочих мест и палат значительно бы помогло как самим врачам, так и пациентам. Достойные условия для работников такой сложной и ответственной профессии в будущем позволит привлечь молодых специалистов.